друзья всем привет продолжаем тему видеонаблюдения и как-то давно года два-три назад я снимал видео о том как подключить такую камеру к мобильному телефону настроить ее и так далее но с этого времени многое изменилось пошли новые модели они отличаются в подключении да и само приложение хорошо изменилось изменился интерфейс и многое другое поэтому поднимаем эту тему сначала и сегодня я вам покажу как подключаются подобного рода камеры видеонаблюдения мобильному телефону в родное приложение как они настраиваются с интернетом без интернета ap мод по кабелю и так далее сегодня подробно об этом погнали итак дорогие друзья насмотрелись в интернете разного рода обзоров на видеокамеры выбрали на али то что нам подходит по цене там почитали отзывы все круто здорово заказали два-три месяца прошло камера пришла и что с ней делать дальше инструкция бывает на английском а бывает и на китайском а у некоторых вообще инструкции нет в комплекте поэтому не каждый неподготовленный человек сможет ее сразу сходу подключить а сделать это надо в первую очередь в ее родном мобильном приложении приложение это называется айтисе и его можно скачать play маркете либо по пиверу ходу на самой коробочке она здесь всегда вот обозначена значит открываем play market забиваем в поиск айтисе и и вот так вот будет выглядеть иконка зелененький кружочек либо опять же открываем инструменты сканер киевер-кодов подносим сканер киевер-кодов коробки и нас точно также просят перейти на сайт откуда нас перебрасывает тот же самый play market в google play если у вас android и отсюда же скачивается приложение айтисе это родное приложение с которым работают данные камеры а теперь переходим в него и итак заходим наше мобильное приложение и первым делом о чем нас просят это завести личный кабинет именно в него дальнейшем будут добавляться камеры для этого вам нужно нажать на кнопку зарегистрироваться верхнем правом углу ввести свой адрес электронной почты имя пользователя пароль пароль для подтверждения и номер мобильного телефона после чего аккаунт будет активировать ну вот дорогие друзья я создал свой тестовый аккаунт и у меня в нем пусто теперь мы будем добавлять в него наше устройство и начнем с самого обычного распространенного метода добавление данной камеры по qr-коду для этого нам нужно включить камеру в розетку ну вот камера пришла такая мы в розетку камерка начинает включаться а дальше могут быть нюансы китайцы могли проверять камеру до отправки и камера будет подключена уже к другому аккаунту для этого я всегда советую камеру сбрасывать до заводских настроек вот камера прогрузилась мы открываем нее ищем крышечку где находится кнопка рецепт кнопка сброса и сайт наш вот он но здесь для этого даже есть в резиновые заглушки такое специальное обозначение и сет зажимаемые на 10 секунд и ждем пока камера сбросится до заводских настроек после этого будем подключать вот камера сказала что она сбрасывается до заводских настроек и ждем пока она заново прогрузится и так скинули камеру загружаем заново и теперь она нам скажет что она готова к подключению после того как камера сказала что она готова к подключению исследуйте инструкции мы начинаем подключать ее с помощью qr-кода камеру мы будем подключать к вай-фай сети и не забываем что вай-фай должен быть обязательно 2 и 4 гигагерца продолжаем жмем плюсик выбираем камера вай-фай жмем далее еще раз далее кстати здесь нам опять же предлагают в приложении сбросить камеру мы это уже сделали выбираем сеть 2 и 4 гигагерца 5 гигагерц камера не поддерживает после этого нам говорят что надо камере показать qr-код приложение показывает qr-код мы показываем qr-код камере вот так вот она пикнула и и все камера сейчас будет добавлено контакте рады сэксэс филе задаем ей какой-нибудь пароль это уже пароль внутри аккаунта даем какое-нибудь название нажмем сохранить запись на локальное хранилище советую ставить обычную не по тревоге чтобы она писала на постоянной основе не включаем уж уведомление все после этого наша камера настроена и работает теперь мы можем ей управлять в более дорогих моделях допустим как в такой вот камере с двумя объективами бывает встроенный bluetooth модуль и тут подключение немножко отличается первоначальное допустим таких камерках bluetooth модуля нет и им надо конкретно показывать qr-код это же камера при подключении зацепиться за ваш телефон и мы увидим ее списке выбора подключения сейчас я покажу как это выглядит и так камера включена начинаем ее добавлять на телефоне включен bluetooth жмем добавить камеру и камерка сразу попадает в список у нас сама дейбол камера то есть мы даже не успеваем выбрать вай-фай камеру также мы видим сверху написано найдено следующее устройство выбираем это устройство точно также выбираем наш вай-фай 2 и 4 все камера подключена ей ничего не пришлось показывать все последующие настройки точно такие же как и в предыдущем обзываем выбираем запись по тревоге или обычная я всегда советую обычная включаем push уведомления и все данная камерка работает итак следующий способ подключения это подключение к камере в режиме ap mode автономик point или автономной точки доступа что это и для чего это надо прямой пример вы хотите повесить данную камеру где-нибудь на даче чтобы она следила за вашим домом участком и так далее но у вас там нет интернета слова совсем нет ни интернета не вай-фай сети то есть ну камеру никак не подключить не повесить не настроить автономная точка доступа нужна для того чтобы мы повесили камеру камера будет вещать свой вай-фай к ней можно подключиться с мобильного телефона на месте в зоне действия вай-фай сети настроить слить с нее видео и так далее а сама камера в свою очередь будет просто висеть на улице или в доме и записывать на внутреннюю флешку видео поток в интернет она вещать не будет и удаленное управление через интернет работать тоже не будет то есть все будет только на месте и так переводим камеру в ap мод для этого нам нужно взять включить камеру она говорит что готова подключаться нажимаем кнопку reset три раза и камера говорит что переключилась итак мы загрузились в ap мод камера теперь сама вещает свой вайфай сеть и к ней нужно подключиться с мобильного телефона ищем эту вайфай сеть нашем случае она называется камера и потом будут какие-нибудь буквы или цифры вот наконец-то мы нашли эту сеть подключаемся к ней и пароль у нее по умолчанию 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 у всех этих камер изначально стандартный пароль не забывайте его в дальнейшем поменять подключаемся к сети данные камеры напоминаю всем интернета у нас на телефоне нет ничего нет после этого мы заходим в наше мобильное приложение и cc она пишет что нет доступа к интернету и так далее сменить сеть нет спасибо мы ничего менять не будем и вот мы зашли в приложение и видим что она нам пишет точка доступа устройства камера 2239 подключена добавить эту точку доступа и общаться с ней напрямую до жмем добавить после этого мы можем зайти в настройки камеры задать ей какой-нибудь пароль и управлять данной камерой настраивать ракурс поворачивать ее влево вправо заходить в настройки и так далее после этого камера уже подключена к телефону по вай фай сети но все это дело повторюсь работает на расстоянии работы вай фай сети самой камеры 15-20 метров не более того повесили настроили и забыли камерка висит и снимает себе на флешку и так продолжаем рассмотрим еще один вариант подключения как вы могли обратить внимание у этой камеры есть не только коннектор питания но и коннектор под lan сеть это говорит о том что данная камерка может работать не только по вай фаю но и по локальной сети и что же нужно для того чтобы туда подключить на самом деле ничего сверхъестественного нужно просто воткнуть в нее сетевой кабель то есть мы достаем камеру из коробки и скидываем ее до заводских настроек тыкаем в нее сетевой кабель она еще ни к чему не подключена будет без просто подключена сеть причем подчеркиваю сеть где желательно уже будет интернет если там будет интернет она будет вещать видео поток и управляться по всему миру онлайн через интернет если интернета на данном роутере не будет то будет только местное управление В зоне действия той Wi-Fi сети, того роутера, куда вы ее подключаете Ну а теперь посмотрим, как добавить ее при этом в мобильном приложении Итак, камера подключена, скинута до заводских настроек Втыкаем в нее LAN кабель Камера говорит, что в нее воткнут провод После этого жмем добавить Выбираем меню Другие способы настройки сети и добавления устройства И выбираем самый нижний пункт Камеры поблизости То есть это камеры, которые на одном маршрутизаторе Напомню, мы должны быть в той же сети, куда подключена наша камера В том же маршрутизаторе И вот она сразу появилась Выбираем ее, жмем Добавить И все, камера добавлена Пожалуйста, сразу можно заходить и просматривать ее Все работает, все настраивается Ну что, по этой теме вроде все Постарался рассказать максимально подробно И как подключить ее при помощи QR-кода и Bluetooth И AP-мод без интернета И по кабелю непосредственно к Wi-Fi роутеру Если будут какие-то вопросы, пишите в комментарии Будем отвечать Также советую вам ознакомиться вот с этим плейлистом Там куча обзоров на разного рода видеокамеры На разного рода настройки На всякие полезные функции Думаю, вам это будет очень интересно Ведь в этих камерах очень много скрытых фишек Которые с мобильного приложения Не откроешь, не настроишь Такие как отправка фотографии на электронную почту На FTP-сервер и так далее Тут очень много всего интересного Ссылочки на все мои камеры Также оставлю в описании Кому интересно, переходите, знакомьтесь Ну, а кому видео было полезным Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Заглядывайте в описание А мы продолжаем Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok